Дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Давайте так тихонечко пройдемся по одной из главных улочек Когары. И я хотел бы поговорить о медицине в Австралии. Вот сейчас у меня прошла очень успешно операция на глаза и соответственно я по ценничку за один глаз заплатил 7000 долларов. О чем это говорит? Это говорит очень о многих разных вещах. Первое, я мог заплатить за свою операцию ничего. Ну в принципе да, в госпитале мне бы ничего не взяли. То есть я плачу медикея, которая очень маленькая сумма из-за того, что у меня доходы сейчас маленькие, соответственно сумма ну просто никакая. Вот, но качество, вот здесь вопрос, распространено мнение, что качество такой операции было бы не очень. Но насколько я знаю очень много людей, очень много людей прошли через такую медицину бесплатную, скажем так, и в итоге у них было очень хорошее качество, хороший результат этой проделанной операции. Я думаю, что это можно сравнить с Россией. То есть я видел операции на глаза делают, делают эти наши телепроповедники, рекламу этим докторам, дескать, ой как у них хорошо, как у них хорошо. Вот, но есть у нас, допустим, центр микрохирургии глаза, есть у нас другие клиники, которые могут делать по страховке, могут делать фактически бесплатно в Москве, в России и качество. Но я вам скажу, что качество, то, что МНТК микрохирургии глаза мне делали, качество было высочайшее. Поэтому это ваш выбор. Говорить о том, что здесь дорого, я сейчас бы мог разныться, разораться, что ой как тут все дорого, да здесь невозможно жить. Да, мог бы, имел бы для этого основания, ну какие-то бы мел. Опять-таки, можно и снизить вашу операцию с 7000 до полтысячи, если у вас дорогая страховка. Но дорогая страховка подразумевает, что вы очень много платите за эту страховку, может быть там 4-5 тысяч долларов в год. Скажу так, я не вижу различий между медициной в России и в Австралии, но если мы перейдем к возможностям по долларам, то есть до сколько времени, какой работы, им можно заработать деньги, чтобы себе позволить дорогую медицину или дорогую страховую медицину, то преимущество Австралии значительное. Сравнивать, допустим, то, что я сейчас отдал, хорошие грузочки, котейки такие, собачки. Некорректно, то есть некорректно сравнивать то, что я отдал 7000 и то, что я мог сделать это в России бесплатно. Да, для меня лично я знаю, что сделали бы операцию классно, бесплатно. Я знаю, кто это делал бы, какая бы клиника это делала, но я могу здесь винить не страховую медицину, не дорогую медицину, не свое несчастье там или, не знаю, счастье, а я могу винить только свою глупость, то, что вовремя не сделал, когда такая возможность была, в России. А сейчас коронавирусия, которая распространяется всякой, извините, сволочью, которая руководит нашими странами. Именно сволочью, потому что эта сволочь прекрасно знает, что и почему происходит. Именно эта сволочь, а не журналисты, не медики, распространяют вот эти страхи и фактически запугивают людей. Я видел, как это происходит в медицинских центрах, я видел, как это происходит в образовательных центрах. Если ты не следуешь этим их, как так, restrictions, запретам, то тебя предупреждают, что ну-ну-ну, подумай, подумай. Мы все равно найдем до чего до тебя докопаться и оштрафуем тебя на крупную сумму. Таким образом запугиваются учебные заведения, таким образом запугиваются медицинские учреждения, таким образом запугивается публика. И это и есть правда. И так происходит в любой стране. Абсолютно в любой стране, кроме, может быть, таких стран, как Швеция, ну и, в общем-то, Беларусь. Наравится это кому-то или нет. Там такого коронабесия, слава Богу, нет. А я сейчас поднимаюсь наверх и делаю небольшой шопинг. Должен опять вам, дорогие друзья, сказать. Я лично считаю, что сравнивать можно медицину в России и в Австралии. Я уверен, что есть талантливейшие врачи и там, и там. Но большой разницы нет. Все зависит не от медицины, все зависит лично от вас. Ваш выбор, в каких медицинских учреждениях вы будете лечиться, лечиться, какая у вас медицина будет дорогая. Так же, как вы можете носить какие-то, я не знаю, солнцезащитные очки Ray-Ban. Или можете носить практически такие же по качеству очки из магазина, который дает equipment, оборудование и те же самые очки для рабочих. И даже выглядят они практически одинаково. Но это ваш выбор. И я думаю, что вот это и есть основной секрет. Кто что выбирает и как надо выбирать свою медицину. И хорошая ли медицина в Австралии или нет. Спасибо.